Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин Сегодня у нас очень интересная тема видео урока Грецкий орех, кто его не знает Нам по видео многие группы по здоровью рассказывают о богатейшем составе ореха, его минералах, витаминах Вы знаете, это есть в каждом продукте, который выращен на земле Любой продукт богат витаминами и минералами А вот как этот продукт влияет на нашу жизнедеятельность, многие вам не скажут Вам все по заученной брошюрочке, по заученным методикам все рассказывают Нужно есть не больше пить орехов, нужно орех там то-то, то-то Ну давайте мы немножечко объединили знания и говорим то, чего вам не говорят в группах по здоровью Итак, грецкий орех, ясно, да? Чем он богат, какими минералами, витаминами, это вы можете прочесть на любом анатомическом сайте Либо об грецком орехе информации Я об этом заострять внимание не хочу Почему? Потому что есть свойства грецкого ореха настолько интересные, которые вам не говорят Вот я здесь выписал полезность грецкого ореха На первом месте мы ставим масло грецкого ореха Вот запомните, чем маслянистый грецкий орех Тем полезность его возрастает несколько десятков сот раз Почему? Потому что именно вот этой желтой кожуркой Вот когда мы очищаем зерно и получаем белое Выступает капельки масла Это чаще всего мы видим, когда первый орех созрел Падает мы его Ломаем, мы начинаем, чтобы он не был горьким Мы начинаем очищать его И вот получаем белое зерно Так вот, это белое зерно Если вы оставите его на несколько минут Вы увидите, как выступает масло И вот это вот масло грецкого ореха Является абсолютным продуктом для желчного пузыря Абсолютнейшим продуктом Почему? Потому что первое Он чистит, ну так, слово я не могу сказать чистит Это неправильно будет слово сказано Вообще-то он обновляет наш орган желчного пузыря Просто обновляет Вот, допустим, возьмем любой компьютер Да, Windows восстановил там или программу какую-то Не обновляется, все, организм начинает То есть компьютер начинает визнуть Вот так вот и наш организм Если, извините, мы не что? Не обновим нашу систему Вследствие чего она начнет виснуть Весь наш организм А давайте мы обратимся к восточной философии С чего она начинается? По теории пяти элементов Правильно, с желчного пузыря С элемента дерева Именно с желчного пузыря зарождается Правильно, мы забегаем наперед Культурный центр человека Потому на первом месте Помните, чем грецкий орех полезен? Маслом, маслянистостью своей А не сухой Вот сухой грецкий орех, от него толку мало Просто получите белок, да и все А вот это масло, оно и обновляет наш с вами желчный пузырь Это самая важная информация Именно о грецком орехе Дальше мы идем Чистка, благодаря желчному пузырю мы сказали Связь культурного центра Мы тоже сказали, мы не будем растягивать данное видео Дальше мы идем Связь грецкого ореха с головным мозгом Вот говорят, ой, если вы почистите орех Он напоминает нам головной мозг Возьмите анатомию Да, кто-то сказал Вот ляпнул один своим языком И все, да, 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 головной мозг А как грецкий орех Либо по каким средствам он влияет на наш с вами головной мозг Элементарно просто Смотрим, как простирается меридиан желчного пузыря Начинается он на четвертом пальце стопы Поднимается вверх энергетика И что он контролирует? Пунктирную линию тоже не забываем Правильно, он контролирует правую и левую часть головного мозга Ясно Но здесь же мы не можем только говорить о желчном пузыре Так как желчный пузырь согласно восточной медицины Что циркулируется энергетикой с меридианом печени И здесь сразу же добавляется меридиан печени Который контролирует, а точнее соединяет правое и левое полушария нашего с вами головного мозга Вот вам связь Объедините все знания Вы получите результат Когда вы не объедините знания, вы будете просто получать результат Кратковременный, ненадежный, нестабильный А вот когда вы объедините всю информацию Вот тогда вам и природа в помощь Потому что вы не манипулируете этой информацией Далее мы идем Связь грецкого ореха с головным мозгом Понятно, да? Потому, забегая наперед, не думайте, чем больше вы съедите грецкого ореха, тем у вас головного мозга будет лучше работать Нет, посредством очистки желчного пузыря очистится и данный меридиан обновляется В следствии чего обновляется и наша с вами мозговая деятельность И не только Дальше мы идем Связь грецкого ореха с потенцией мужчин Все что же говорят? О, белочек сел И мужчина, мужское здоровье возвратилось Не обманывайтесь Сразу мы вам говорим Мы предоставляем им меридиан желчного пузыря Мы специально просим обращать всегда внимание Пунктирная линия проходящих меридианов Что она контролирует? Правильно Мочеполовую систему как у мужчин, так и у женщин И влияет на потенцию Как мужскую, так и женскую Пожалуйста Но посредством чего? Посредством физического очищения плоти Физика и энергии Это две больших разницы Сначала мы, люди, живем во плоти, чистим плоть Об энергии мы вообще не забываем То есть не думаем В последний момент прибегаем Здесь посредством желчного пузыря Вы можете, то есть грецкого ореха, извиняюсь Вы можете почистить желчный пузырь Вследствие чего обновляется и меридиан желчного пузыря И меридиан печени Меридиан печени это дух Меридиан желчного пузыря Я сразу, скажем так, переходим на шестой параграф Связь грецкого ореха со страстью и эмоциями Проявление страсти и эмоции Темпераментности, активности, желанности Это все присуще людям, у которых что? Желчный пузырь бурлит Эмоции бурлят Желчный пузырь обновляется благодаря грецкому ореху Вот откуда возникает потенция у мужчин Ясно, да? И если мужчина проявляет, либо женщина проявляет свои эмоции Страсть, вот скажем так, с мужчиной, своим любимым, либо человеком У которых все по согласию Пожалуйста, проявление желчного пузыря Скажите ему спасибо И грецкому ореху, который чистит желчный пузырь Связь грецкого ореха с кишечниками Мы же сказали, что желчный пузырь чистит Он чистит, что правильно Весь наш организм, все органы и все системы Но так как желчный пузырь вместе работает с печенью Я повторяюсь, извините Для вашего же блага А печень контролирует кишечники Вот идет какое очищение И, конечно же, восьмой пункт Негатив от грецкого ореха тоже можно получить Вот у нас категория людей Мы все хотим, чтобы быстро почистилось Мы думаем, если мы больше съедим Не пять штук, давай десять съедим А представьте, мы попались десять маслянистых орехов У вас желчный пузырь застойный Желчный застойный Протонки не очищены Организм рязный Мы съели десять орехов Что? Начал обновляться ваш желчный пузырь И понеслось Боли, рези Желчный пузырь стал обновляться Потому, пожалуйста, не злоупотребляйте грецким орехом Особенно, если он маслянистый Он может вызвать раздражение кишечников Раз, скажем так Сильное очищение организма Которому человек и организм Не привыкшие Эта стрессовая ситуация Два И третье Постоянный Водянистый стул Либо постоянный стул Скажем так Жидкий Он к чему приведет? К обезвоживанию организма К истощению Потому, что кишечник Кишечника вся наша сила В кишечниках весь наш иммунитет Потому, не злоупотребляйте грецким орехом Особенно, если он маслянистый Почему? Потому, что он начнет очищать всю систему человека Наоборот, чем маслянистый орех Тем меньше вы должны его съесть Все просто Все просто Данная информация Я думаю, вам в помощь Перед тем, как есть грецкий орех Пожалуйста, почистите кожуру Посмотрите, как выступает масло грецкого ореха Чем меньше выступает масло Тем больше До пяти орехов вы можете в день съедать Даже это много Три-два достаточно Маслянисты рекомендуют Один орех съедать Лучше всего перед завтраком Утром натощак Перед завтраком Почему? Потому, что он обновляет Желчный пузырь Но помните Не думайте, что почистив желчный пузырь Хопа И почистили весь организм Запомните Грязно там, где не ссорят Поэтому старайтесь почистить свой организм И содержать такую чистоту Какую вы можете С помощью грецкого ореха Спасибо за внимание